Итоги конкурса прошлого видео. Победитель Иван Башко. Извиняюсь, если ударение не туда. Приз победителем уже получен. Однако, оценив частоту игровых акций и популярные скины, я увеличиваю призовой фонд до 600 алмазов. А это один скин за 600 или даже два по 300. Принять участие просто. Подписаться на этот канал, подписаться на голос Зверько, ссылка в описании, и оставить развернутый комментарий под этим видео. Учти, твои подписки должны быть видны. А перед следующим обновлением я свяжусь с победителем прямо в комментах. Удачи в конкурсе! Мур, привет друг, это Зверько. И обзор обновлений на тестовом 1.4.80. Начнем по традиции со слов разработчиков. Миресили показать вам в новом пассе! Потрясающее обновление для режима хаос. Еще говорят, что разработчикам и игрокам понравились изменения в режиме шахмат. Что мотивирует их делать этот режим еще сбалансированнее, увлекательнее и более... СТРАТЕГИЧЕСКИЕ! Стратегическим. Так, Вуцки, где купить китайское кимоно и сакат? Чего? Ну шапка эта треугольная. Какая шапка? Меня в рисовые поля тянет, хочу не могу. А, кстати, для тех, кто уже пишет, я смотрел обновление у другого блогера, срочно, вот ставьте на паузу этот выпуск, ребята. Вам важное сообщение в самом начале видеообзора на Бенедетту. Так, и для тех, кто остался, продолжаем. Да, в 1.4.80 добавили нового героя на тестовый, Бенедетту. Если коротко, Беня. Обзор уже вышел, там даже кусочек геймплея. Потом посмотрите, никуда не денется. 21 мая за 899 алмазов будет доступен скин на Карину Близнецы Нимб. Изменения героев. Чонг, герой на тестовом сервере. Пассивка. Если коротко, то сильно уменьшили урон и отхил с нее, потому что он реально был невероятный, но увеличили скорость тиков 0.25 секунды вместо 1 секунды. Первый навык. Базовый урон увеличен на 150 для всех уровней, а КД будет уменьшаться 4 секунды на 6 уровне. Второй навык. Забрали отскок. Третий навык. Добавили отскок. Красивое решение на самом деле. Прыжок, подкидывание и отскок одновременно. Клево. Ульта. Вернули эффект отталкивания. Хоть это и имбово, но когда дракон просто пролетал сквозь противника, теряется ощущение его существования. Ну как в индийских фильмах. Удар есть, звук есть, а выглядит как будто драка резиновых человечков. В форме полудракона еще накинули здоровье и увеличили бонус к здоровью от физатаки. Было плюс 200%, будет плюс 300%. Черный дракон по-прежнему сильный боец с двумя контролями и бессмертием. Немного убавили имбовости от пассивки. Потому что при правильном билде он мог поддерживать групповой дебаф, одновременно жарить противника, исцеляться и бить ему по лицу. Но это ненормально. Музыка. 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 Реворкнутая Эйдора. Первый навык увеличили базовый урон. Теперь растет с 400 до 650. Уменьшили бонус от магической силы до 150%. Ульта. Ранее бонус от магической силы рос до 360%. Теперь 300% для всех уровней. Реворкнутый Сайбером. Вернули анимацию передвижения. Слава богу. Первый навык. Избавляют тебя от цифр. В общем, уменьшили урон летающих мечей. Серьезно увеличили урон, когда они пронзают противника, притягиваясь к Сайберу. Однако, если задевает несколько целей, то по второй цели проходит в половину меньше урона. Ха, меч видимо тупится, а первую цель. Зато уменьшается перезарядка второго навыка на одну секунду, если кого-то пронзает притянутый меч. Второй навык. Увеличили начальный базовый урон для второго навыка и его заряженного удара с 50 до 75. Бонус от физической атаки увеличили с 20 до 50%. КД навыка ранее уменьшалась с 12 до 8. Теперь 12 секунд будет на всех уровнях. Ульта. Добавили по 10 секунд перезарядки для всех уровней. Что я думаю по этому поводу? Сайбера подводят к концепции убийцы соло цели, ближе, чем он есть сейчас. Играя против новичков на основном сервере, все еще можно устраивать массовую тиранию летающими клинками. Реворк на тайме. Обзоры всех реворков у меня на канале, можешь найти и посмотреть, если захочешь. Пассивка. Увеличили урон. Был 10 плюс 40% бонуса, теперь 30 плюс 30% бонуса физ. Атаки. Первый навык. Дальность выстрела увеличена. Как бы давно пора было ее подвести до нормального расстояния. Плюс. Мия получает стаки, когда урон проходит по нескольким противникам. Что важно. Второй навык. Длительность эффекта дождя стрел увеличена до 4 секунд. Эффект обездвиживания чуть-чуть увеличен. Честно сказать, не люблю стрелков и геймплеи на них. Но Мию очень красиво и лаконично сделали. Продолжаем. Реворгнутый Ли Сун Син. Базовое здоровье уменьшено на 50. Прирост здоровья уменьшен на 20. Перерост физ. атаки уменьшен на единицу. Прирост скорости атаки уменьшен на 1%. Первый навык. Увеличили перезарядку. Было 7,5 и 5 секунд. Будет уменьшаться с 10 до 7 секунд. Бонус от физической атаки уменьшен с 50% до 30%. Ульта. Базовый урон и цена в мане уменьшены. Со 150-250 до 150-210. Честно говоря, геймплей реворгнутого Ли Сун Сина держится на первом навыке. Скорее всего, либо частично, либо полностью вернут перезарядку ему и урон в дальнейших обновлениях. Фармис. Исправили некоторые глюки у героев после воскрешения. Грок. Первый навык. Засинхронили урон с линии зарядки ударов. Хильда. Пассивка. Увеличили щит в кустах. Было 10%, будет 20% от максимальных ХП Хильды. Гататкача. Стартовая физическая защита уменьшена с 20 до 10. Пассивка. Уменьшили размер урона для получения ярости с 400 до 300. Руби. Стартовое здоровье уменьшено. Было 2859, будет 2659. Пассивка. Увеличили вампиризм с 5% до 10%. По поликупа. Базовое ХП увеличено на 100. Прирост ХП увеличен на 10. Оптимизировали приоритет срабатывания навыков при выборе цели. На самом деле еще долго будут оптимизировать, потому что это тот еще гемор. Бруно. Пассивка. Экстра скорость атаки уменьшили с 80% до 50%. Другие изменения. Первое. Оптимизировали ультракачество на карте Имперское Светилище. Второе. Краб. Золотой баф держится теперь не 30 секунд, а 18 секунд. Ага. То есть прошлый год ныли, что хотят увеличить значимость краба и бои за него. А сейчас обрезали баф почти в половину. Интересное решение. Третье. Цветок на ножках. Дает на 20% меньше голды. Цветок это который бегает по реке туда-сюда. Четвертое. Миньон ближнего боя дает меньше на 10% голды. Пятое. Фикс цвета краба на миникарте. Вот только я собрался переделывать гайд по фарму, как они взялись за изменение ценности фарма. Ну что же, придется отложить гайд, к сожалению. Важное дополнение в управлении. Теперь можно сообщать перезарядку дополнительного навыка, ульты, лорда, финансового состояния и обращать внимание на башни гребаных фермеров, которые сидят на крипах и в лесу и не сносят гребаные башни. Пока вы вчетвером, дофейте пятерых. Про озвучку. Я рад, что договорились с достойной командой по озвучке. Команда работала с Blizzard долгое время. Среди актеров дубляжа Петр Гланс. Его хорошо узнаваемый голос звучит у Тигрила и пары других героев. Добились переозвучки ван-ван, поскольку первый вариант был неадекватный. Хотя, на мой взгляд, Селена и Гассен озвучен на отъезд спустя рукава. Но Петр тащит. А вот тебе секретная озвучка Леоморды еще в феврале 2019 года. Этот меч называется Клятва. Я пришел спасти тебя от кошмара под названием Жизнь. Шучу. Это я забавлялся озвучкой. Можешь посмотреть рубрику, что говорят герои. Она правда старенькая? Но все же. Я должен быть покинут. Отчаяние темнее смерти. Наконец-то я свободен. Моя клятва значит для меня все. Убей меня. Наконец-то. На этом все. Подписывайся на канал. Заходи посмотреть второй канал Голос Зверьков. Не забудь оставить комментарий. Удачи, друг. Субтитры сделал DimaTorzok